Катхак распространен в данный момент из Афганистана до Барма, весь Север. Но в газету XII века началась революция вопроса развития Катхака, и в Индии начался монгольский режим. Они пришли в Монголь, нападали, уничтожали в храмах. Из-за этого люди, которые перед храмом лежали, они убежали в разные стороны и получили защиту из разных королев. Люди, которые ушли в более запад, в Индии, они начали... здесь, наверное, мэп нету. Мэп Индия есть здесь? Нет. Всё хорошо. Спасибо. Которые ушли в запад, там был город Джайпур. И они были индийские короли. Индийские короли, они защищали Катхака, которые основные были воины. Это у нас, если вы знаете, четыре касты были. Брамин – это посвященные люди, которые работали перед храмом и работали как преподаватели. А вторые были в чатре – воины. Третья ващая – торговец Ишудра, который служит. Вот это Джайпур, там собирались воины и начали работать как рассказчики. Поэтому вся стиль джайпурских атаков – это более агрессивный, более мужской, для того, чтобы больше энтузиазма было. Некоторые люди ушли в средний из Индии, в город Лахнау. Там был мусульманский король. Они практически были ситы, им ничего не нужно было, ни войны, ни войны. Нужно только наслаждаться и кайф. Поэтому здесь Катхака изменилась совершенно другая. Потому что индийские мифологии, индийские боги им не инфекцировали. Они были мусульманами. Поэтому вся эта история, которая была связана с разными богами, исчезла из Катхака. Только осталась игра любви Кришна. Бога Кришна, когда были… Да, вам что-то нужно, мальчик? Да, когда были игры любви Радха, Кришна и пастушкой. Идите быстрее. Это мой сын. Я второй. Все, иди к маме. Будущие танцоры привыкают на сцену. Поэтому нормально. Волохнов – это игра любви в разных видах. Сам король играл как роль Кришна. И все девушки вокруг стали пастушками и танцевали. Но здесь Катхака стало более эротично. Более индивидуально. Более маленький узкий круг. Там не был зал. Если вы идете и видите Лохновский дворце, там была комната 8 на 8 квадратный метр. Там сидел король и танцевщица танцевала. Так близко, максимум. Даже мелкие движения. Все видно было и ясно. Поэтому не надо было так танцевать. Очень громаднее. Все стало. Если Лохновский говорит «Эй! Эй! Эй! Эй!» То там «Эй! Эй! Эй! Эй!» Все так изменили. Зачем так «Эй! Эй! Эй! Эй!» Уже стенка рядом. Вот так Лохнов все изменили. Они там добавили разные акробаты. Потому что мест маленький. Танцует очень мелкий-мелкий. И девушки принесли вот это вино для король. Но вино как можно танцевать? То вся игра началась на колокольчиках. То они держали на руках бокалы. И вот эта кубшина. И танцевали ногами. Больше. Но мягко. Потому что звук больше не нужен был. Вы в течение нашего концерта будете разница видеть. Как Джеяпур, как Лохнов. Но всегда бывает, знаете, люди не задействованы. Недовольные. Недовольные. Хорошо. Недовольные. Недовольные. Поэтому там в Джеяпур некоторые недовольные. И здесь Лохнов недовольные. Что делать? Они ушли в тридцать город. Золотая средина. Они Джеяпурский танцор. Лохновский танцор учили. Ушли в Банаровск. Который город вообще на востоке. И там развивалась тридцать школа. У них маньяры стали Джеяпурские. Но движение они чуть-чуть украли из Лохнов. И в Индии Банаровск город литература. Там очень образованные люди. Поэтому там они добавили очень много литературы. В танце. Которой в Лохновской и Джеяпурской школах не было. Еще там они добавили настоящий акробат. На сцене, если вы видите, танцор делает так и три-четыре круга. Еще прыгает, еще падает и скалзывает на полу. Это все Банаровск. Вот эти три грани стали главными. Так что еще семь маленьких-маленьких королей были на своих местах. Которые защищали учителя. Но они были перемешаны. Какой-то Джеяпурский, Лохновский месте делали. Какие-то так. Эти грани сейчас не существуют. Так можно называться. Они были маленькие и зависывали из этого треога. Ишкуна. Джеяпурский, западный. Банарский, центральный. И... Все больше я вас не видел. Это тоже. Объединяю. Сегодня мы наш первый танец начинаем из Ганеша Вандана. Ганеша Вандана. Это обычай для джеяпурской школы. Сам по себе из всех школах. Лохновская школа кажется самой древней. Около семьсот лет назад он развивал. А джеяпурская школа где-то триста лет только. Закройте дверь и не пускайте читать так вот. Ганеша Вандана это посвященный песен к Богу Ганеша. Будем показывать? Вот это особенный Вандана или молитва танцует в джеяпурской школе. Говорит. Гайи. Пойте. Ганапаты. Бог со слоном головы. Джага Вандана. Шанкара Сувана. Который сын Шива. Бхавани Кенангана. Дочь и Бхарвата. Жена. Себдхиса Дана. Который дает все знания. Гаджа Вандана. Гаджа Вандана. Его лицо как слон. Крыпа Синдху. Он. О Кьян Милост. Блабуд Дивидхата. Он владеет умом, он дает всем ума. Тулсидас говорит, о Ганеша, делай так, и что в нашем сердце Бога Рама и Сита всегда в месте состоят. Но в джекургской школе, их особенно, что они в стихах используют разные тукли, разные ритмические рисунки между куплетами. И стихи дают мягкую часть, а тукли как раз возбуждают энергию. Они не дают человеку расслабить, потому что основные внутри они воины. Если человек думает, о Бог, не надо никого не убивать, то как воевать-то? Поэтому они дают духовность для того, что если ты умрет во войне, то ты пойдешь в раю. Поэтому медитируй, и место это еще тукли дает больше энергии, не дает человеку расслабиться. В лохной школе, наоборот, они только танцуют стихи, а пометки. Сейчас, передвами, Ганеш Ван Дана. Трекли.